Дорогие зрители, что касается нашего сообщения о третьей по счету демонстрации против образовательной программы, в этой передаче мы хотели бы осветить еще один аспект, так как все большее давление на правительство федеральной земли связано не только с растущим количеством участников демонстрации. Принять участие в состоявшейся 1 марта демонстрации за образовательную программу призывала Ассоциация Педофил. Дитер Гизенкинг является, пожалуй, самым известным лоббистом педофилии в Германии. Он был признан виновным в распространении детской порнографии. В одном интервью он подчеркнул, что педофилы ведут себя частью сексуального многообразия, которое востребовано сейчас правительством Земли, и что педофилы только выиграют в этой учебной программе. А точнее он сказал, петицию за образовательную программу на 2015 год подписывал и я. Имело бы смысл, если бы учебная программа затрагивала не только гомосексуализм и другие сексуальные идентичности, но и педофилию. Далее Гизенкинг пояснил, «Те, кто знаком из интернета с моей позицией, знают, что я выступаю там за равенство педосексуальности, педофилии, с гомосексуальностью, гетеросексуальностью, бисексуальностью, транссексуальностью и так далее». Педофилы, как сексуальное меньшинство, нуждаются в признании и принятии на всех общественных и политических уровнях. Педофилы есть во всех профессиях и социальных слоях. По оценке Берлинской университетской клиники Шарите в Германии, около 250 тысяч педофилов. Мы часть общества и нас не могут исключать. Тот факт, что единственное правительство Земли в Германии, возглавляемое «зелеными», хочет принять эту образовательную программу, вопреки сопротивлению, поднимает серьезные вопросы. Не представляется ли здесь кругом педофилов плацдарм для достижения их противозаконных целей под лозунгами «толерантности»? Это подозрение очевидно, так как партия «зеленых» пока еще четко не заявила о своей дистанцированной позиции по отношению к педофилии и не покончила со своим педофильным прошлым. Только своим четким «нет» этой образовательной программе, правительство, возглавляемое «зелеными», развеет это подозрение. Мы будем и дальше держать вас в курсе событий касательно образовательной программы. Мы рады, если вы следите за нашими новостями и распространяете эту информацию в ваших руках. Желаем вам приятного вечера.